Интересно, что этими же понятиями обозначают цыплят, петушка и курочка. Я решила вам предложить поиграть в такой конкурс. Привет, друзья! Мы продолжаем серию видео о документах и документации. И сегодня мы заполним две такие графы, как джинс и джинсия. Джинс, джинсия. Кажется, эти два слова вообще однокоренные и они очень похожи друг на друга по звучанию. Однако эти две графы совершенно не имеют друг к другу отношения. Первая обозначает пол, джинс. Вторая графа – это джинсия, гражданство. Но давайте по порядку, давайте начнем с понятия джинс, то есть пол. И в этой графе у вас там будет место для галочки. В русском варианте это мэ и жэ, да, то есть мужской пол или женский. В арабском варианте это будет саед или саеда. Господин или госпожа. Саед из саеда в графе аль джинс вы увидите в большинстве документации. Однако в свидетельстве о рождении там будут употреблены другие слова. Закер во онса. Закер во онса. Интересно, что этими же понятиями обозначают цыплят, петушка и курочка. Закер во онса. Итак, следующее понятие аль джинсия – гражданство. У них нет понятия национальность как такового, у нас тоже в постсоветском пространстве графу национальность убрали, поэтому мы смело пишем свое гражданство в графе аль джинсия. И таким образом мы с вами заполняем уже три графы в документе. Эль эсн – Элина Владимировна Клевцуфа. Аль джинс – саеда. Аль джинсия – русия. И чтобы вас немножко взбодрить и развеселить, я решила вам предложить поиграть в такой конкурс. Я бы хотела, чтобы вы написали в комментариях к этому видео свои интересные истории на тему арабских документов и документации, потому что я знаю, что огромное количество самых невероятных историй происходит с документами. И это действительно интересно и познавательно, и порой важно бывает почитать, узнать хотя бы, что происходит с людьми, как они решают свои ситуации с документами в арабском мире. Поэтому я от вас жду истории в комментариях. И автор лучшего комментария или самой интересной истории получит в подарок наш курс «Рабское чтение и письмо» за три часа. Я надеюсь, это вас мотивирует. И в любом случае все эти комментарии будут очень ценные, как ценный опыт. Поэтому я с нетерпением жду от вас комментариев. И встретимся с вами в следующем видео, в котором я назову имя победителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!